У нас группа Imperial Age, сейчас уже, я так понимаю, британская. Или нет? Как вы сами себя определяете? Как сейчас это модно? Модно, когда спрашивают пол, а мужской, женский, там что-то я типа не знаю. Ну, я думаю, что так как мы находимся сейчас в Лондоне и собираемся здесь находиться в ближайшем обозримом будущем, то можно нас считать не британской группой, потому что British это все-таки национальность. А по-английски мы говорим UK based, что значит находящаяся в Британии и работающая оттуда. Ну, я поздравляю, что у вас все получилось. И что было вообще самым сложным в этом процессе перемещения и переселения? Для меня, наверное, ожидание. Потому что еще, наверное, с начала ковида, все, что касалось UK based, это стали какие-то безумные сроки по ожиданию. Вот. И здесь как бы еще тоже, когда мы сидели в Турции, ждали, когда там наконец-то эти люди придут, когда, ну, когда ничего невозможно делать, вот это ощущение ожидания. При том, что не было каких-то сомнений там или страхов, что вдруг нам откажут, такого почему-то не было. Там много о себе думаем, а не знаем. Вот. Но вот это именно ожидание того, что ну когда, ну когда, вот это тяжеловато, наверное, было. А так, в принципе, жаловаться не на что, потому что все максимально хорошо. Я так понимаю, вам очень помог краудфандинг. Люди, которые поддержали группу, поддержали вас там, скинулись как-то деньгами. То есть это важно было, ну, для вас, и насколько вам это действительно помогло? Ну, конечно, финансово помогло, потому что там довольно большой, как это называлось, забыла, за здравоохранение. Наверное, у вас еще. Да-да-да. Вот. Котик наш, там была отдельная возможность дать денег коту на переезд кота. Да, вот. Котик я тоже собрал нормальную сумму. Кстати, ровно она, по-моему, прямо вот, ровно вот эта сумма. Родилась, которую кот я собрал, потому что она у нас путешествовала особым маршрутом. Ты говоришь, кот собрал, и она путешествовала, людей клинитка считает. Ну, просто я, как обычно говорят, кошки, а я говорю, коты. Коты, это все кошки. То есть будет воссоединение семьи с котом. Кошкой. Ну, типа, пациента так. Мы уже максимально воссоединились. А, уже все, да? Остальные музыканты... Сорян. Остальные музыканты там остались? Мы уже тут находимся пятую неделю. Ну, как там, Мануэль, например, он итальянец. Он живет в Риме, ему там характер. Вот. Ани и Бельс решили никуда не переезжать, остались в Москве. А родственники у вас остались в России? Ну, так, какие-то. У меня, да. У меня там остались родители, сестра с мужем и четверо племянников. Ну, как бы, короче, все именно мои родственники, они все там остались. Вот. Ну, как бы, созваниваемся, ищем возможности, как, где бы пересечься. Вот. Но, как бы, родители уже в возрасте, они так особо недвижимость изображают. Вот. Ну, как-нибудь, где-нибудь обязательно пресечемся, я думаю. А это вот решение уехать, оно было спонтанным или еще вот заранее, может быть, как-то раньше был такой план, что неплохо было уехать из России, попытаться что-то еще сделать где-то еще? Он был, при этом мы эти мысли кретили, я не знаю, сколько там, лет пять, а то и больше, наверное. Но сейчас мы уже так, оглядываясь назад, думаем, что, может быть, без такого пинка, может быть, мы бы еще долго об этом думали. Потому что у нас последние года, как бы, все очень хорошо шло, и мы себя там очень хорошо чувствовали. Ну, вот я имею в виду, все хорошо шло в смысле музыка, да, то есть вот эта вся музыкальная деятельность, международная, все прям как бы нормально. И, как бы, получалось так, что, ну, в принципе, отчего, как бы, да, проблем клиентов никаких нету, там, деньги из-за границы, нормально, все нормально. И так бы, может быть, и сидели бы. Хотя, вот опять же, да, типа, как мечта такая, переехать была давно, и мы там долго думали, какие страны разные так не могли объединиться. Ну, вот теперь тут. Насколько я знаю, Александр же жил уже в Британии раньше, да, в детстве? Ну, да, я в детстве здесь некоторое время в школе учился, вот, потому что у меня здесь отец работает. Но ты не думай, я не сын олигарха, да, как обычно люди бывают. Он просто советский у черной, который переехал после того, как Савукова болит. Вот, поэтому, хотя многие, почему-то, как не думают. Вот, да, поэтому я того, в общем, себя чувствую вполне себе дома. То есть, все понятно, язык понятен, как все устроено тоже понятно. Поэтому особо никакой культурной интеграции не требуется, культурный код тот же там, ну, и так далее. А много ли поменялось, вот, чисто в бытовом каком-то плане, там, с тех времен, когда был в детстве и сейчас, то есть, ну, или восприятие? Слушай, мне сложно сказать, во-первых, я никогда не жил в Лондоне, да, то есть, я больше участвую в Шарпане. Во-вторых, я как бы, ну, я уехал к подросткам, поэтому я, ну, в смысле, в России. Вот, поэтому те вещи, с которыми я тогда взаимодействовал и те вещи, с которыми я взаимодействую сейчас, это совершенно разные вещи. Поэтому мне сложно их оценить. Например, сейчас мне приходится думать про аренду жилья, когда я про нее не думал, да? Про нее думали родители. Вот. Или, например, там, получение прав, или открытие банковских счетов, или там, страховку. Ну, вот такие вот банальные вещи, которые, вот, тупо в взаимодействии с государством, например, да? Или там, как основать компанию, так, чтобы, как бы, у нас такая зарплата была и так далее и тому подобное. То есть, вот это все, я же тогда этим не интересовался, вот. Поэтому мне реально сложно сказать. Единственное, что понятно, что цены очень сильно борются. То есть, если кому-то Европа кажется дорогой, я всех приглашаю сюда в Лондон. То есть, это примерно как Швейцария, но только качество в целом сильно ниже. Оно в целом хорошее, а после меня, слушай, Швейцарий не столь хорошее. В Америке не был, но говорят, что в Америке еще выше. Да. Вот. Соответственно, вот это точно повиняется. Так, а чем вы собираетесь заниматься, помимо музыки или уже занимаетесь вам? Музыкой? Нет, только вы просто жить за счет музыки, а так можно? Да. А, собственно, именно из-за этого мы и тут. То есть, если бы мы занимались чем-то другим... Ну, нет, наверное, если бы мы были айтишниками какими-нибудь, да, то тоже можно было бы. Но так-то, собственно, мы поимели возможность мигрировать сначала в Турцию, а потом сюда. Именно из-за того, что мы живем за счет своей музыки. То есть, все, на что мы живем, все деньги, это все с нашей музыки. И, по сути, это нам дает возможность не привязываться географически никуда. Ну, короче, как айтишники, да. У вас удаленщики. У нас база не в одном месте, а рассредоточена по всему, по сути, миру. Вот, ну а так это последние три с половиной года продолжается. Практически, если бы нам надо было работать на работе, мы бы туда не уехали. А как бы с недели в Москве, причем совершенно неизвестно в квартире или в тюрьме, например, да. Вот, поэтому именно тот факт, что, собственно, если не говорить про политические причины отъезда, да, потому что он учился в полный трек в стране. То еще есть и экономические. И эти экономические причины в том, что в одночасье мы оказались отрезаны просто от наших фанатов, которые находятся в основном назад здесь, основная наша фан-база, конкретно в Лондоне, да. Вот. И поэтому просто, ну, нам приходилось бы на работу идти работать. Потому что внезапно раз и все, и никакие, и ничего не работает. Вот. Поэтому мы находились вообще в абсолютно безвыходном положении. Поэтому как раз, да, исключительно металл спасает. У нас даже в визе написано, у нас же виза именно тело, виза, то есть именно ассисты, и мы именно как музыканты. Мы приехали, в общем, обогащать биртанскую культуру. Да. Смузы, музыку твоей, да. Вот. И у нас в визе написано, что, ну, как бы, в качестве основной работы мы можем работать именно музыку. То есть мы не можем, как основной, как бы, приехали как артисты, дальше все забросили и... Да, пошли лавашки. И пошли там в Макдональдс, да, например, работать. Музыкой вообще не занимаемся. Это нам так нельзя. То есть вы приехали как музыканты, значит, работайте музыкантами. Нет, точнее нам так можно, но нам тогда паспорт нет. А что это за программа? Можно узнать вот подробнее. И есть ли, как вы думаете, шансы у каких-то других команд, там, из России, там, может, Беларуси, не знаю, тоже поучаствовать и вот так уехать? Слушайте, ну, что очень просто. Во-первых, это все в онлайн написано. Вот чем отличается Gov.uk от госуслуг? То, что на госуслуги надо зарегистрироваться и ни хрена не понятно и ни хрена не работает. Вот. На Gov.uk регистрироваться не надо ни для чего. Все понятно, все работает и расписано просто идиот. Если знаешь английский. То есть из серии там, как в магазин сходить, ну, я утрирую, да, ну, например, как там жилье снять, не знаю, как зарегистрировать вот это, как вот это. Вот. И точно так же там написано, как подаваться на Global Talent. Собственно, тут ничего сверхъестественного нет. Открыли гайд, посмотрели. Все, все документы собрали и подались. В Америке есть аналогичные целых, по сути, группы виз. Их там три. Есть одна Talent Visit, это Global Talent, но у нас состоит из двух паниже и повыше. Reception Promise и Reception Temps. Вот. А в Америке есть, значит, P1. O1 – это для концертов просто, O1 – это на три года для работы. Вот. И, соответственно, EB1A – это вот сразу GreenCraft. И, собственно, мы изначально хотели подаваться-то на США, на EB1A. Вот. Но просто, когда выяснилось, сколько это стоит, вы поняли, и сколько это по времени стоит. Сейчас это примерно полтора года, кто себе это понимает. Вот. Мы поняли, что надо делать все тут попроще и побыстрее. Ну, и питание, как обычно, на службу. Вот. 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 Но в целом, ну, допустим, опять же, для США я бы нанял бы юристов. Вот. Для Британии все достаточно просто и специально сделано так, чтобы человек мог податься сам. То есть это рассчитано, как мы. Вот. Чтобы люди могли сами собрать документы, чтобы не нанимать ничего. Уже там все. Вот если знаешь английский, то там просто все вот по пунктам, как бы, для делинов расписано. Поэтому и критерии очень простые. То есть надо иметь какие-то публикации. Вот. И если ты exceptional promise, то пофигу где. Главное, чтобы они были. Вот. Если ты exceptional talent, то у тебя должны быть доказательства международного признания. То есть у тебя должны быть какие-то знания в прессе в независимом. Да. Минимум в трех разных странах, одна из которых и веки. Вот. Плюс доказательства работы в этих странах. Но в нашем случае это легко, потому что это концепция. Вот. И дальше за тебя должны три человека поручиться, условно говоря. То есть тебе должны написать рекомендательные письма, значит, три человека, которые уже занимают достаточно высокий статус. Ну, в том, что ты делаешь. То есть в нашем случае мы получили рекомендательные письма от Марка Янсина из Этики. Вот. От британского промоутера, который наш канал, он один из крупнейших здесь. И от нашего агента. Да ладно. Ну, на тот момент. Вот. То есть как бы если вот этих, ну и плюс как бы тоже упоминаний в прессе достаточно. Вот. То есть если вот эти вот условия соблюдены, то в принципе я про отказы не слышал. Но и виз этих выдают очень мало. Я читал статистику, что там за последний год в Британии набирал 100 тысяч человек, да. Из них по визе Global Talent 370. Угу. Угу. Вот. Ну, понимаешь, то есть ноль. Вот. И при этом это та виза, по которой нет клона. То есть они ее в принципе готовы выдавать. Потому что им очень важно как бы привлечь сюда мозги. То есть это сделано для ученых, для спортсменов, для айтишников, для крутых программистов и для артистов, которые как бы могут доказать, что они международно востребуют. А нету какой-то жанровый такой, типа там, если ты, ну, условно, у вас музыка, скажем, может быть запросто воспринята достаточно большой аудиторией. Неважно, там, металлист, не металлист, но, скажем, она легко ложится на восприятие. А если это какой-то там андеграунд, кишки, там, не знаю, грайндкор, там что-то такое, у них шансы есть? Ну, вот, например, одна тоже, одно из отличий, которое не сразу в голову укладывается. Вот смотри, здесь как бы решение принимает Arts Council England. Ну, по нашему министерству культуры, да. Вот. То есть совет… Звучит по-другому совсем. Совет при министерстве культуры. Ты можешь себе представить, чтобы российское министерство культуры, там, Михалков, вот эта вся, значит, Арава, вообще бы рассматривали бы рок-группы. Вот вообще. Да? То есть это люди, которые кроме там ансамбля Красной Армии ничего не воспринимают в принципе. Для них рок и металл – это что-то сатанинское, ужасное, западное и стремится разрушить конституционные строки. Здесь он там вообще есть. Вот. Поэтому… А здесь наоборот. То есть здесь… Ну, начнем с того, что это родина рок-музыка, да? Очень. Поэтому здесь отношение другое есть. Если ты открываешь рот, ты говоришь, что ты международный рок-музыкант, тебе сразу же выгодят на сцену. Вот. А если они там смотрят на Википедию, делаю, нифига себе прикольно. Вот. А в России это же антидитическое хрень. То есть это совершенно по-другому относится и на уровне государства тоже. Что касается критериев, то критерии формальные. То есть там четко написано, что ты не обязан быть Тейлор Свиф, да? Но ты можешь быть как бы нишевым артистом. Но там написано точно, что ты в своей нише должен быть одним из первых. Это должен документально подтвердить. То есть грубо говоря… Меньше берешь, тем легче. Тем легче. То есть, если не знаю, ты специалист по музыке для овец, да? Вот. И таких специалистов в мире три. И про тебя есть статьи наученные, что вот такой ты изобрел уникальную методику расслабления овцы при помощи… Так это ж Юрий Лоза, Йок. Ну, я не знаю. Вот. Миннакомство. Ты хочешь тут? Вот. Но… Но понимаешь, да? Вот если ты в своей нише первый, реально, и вот есть публикации международные, то есть не в блогах, не в соцсетях, а именно вот в прессе. То есть это может быть электронная пресса, это может быть печатная пресса, но именно пресса. Вот. Тогда как бы пожалуйста. И если ты этим занимаешься не в отдельно взятой стороне, а хотя бы в трех, одна из которых будет… Вот. Поэтому в целом все… Было бы желание. Очень молодцы. Ну, вы молодцы, на самом деле. Спасибо. Спасибо. А много ли, вот когда вы уехали, было какого-то хейта там в Рунете, именно там в комментариях и так далее? Пришлось ли там чистить что-то? Ну, такие типа предатели? Я просто закрыл все строительства ВКонтакте нахер. Вот. А что там было дальше, я не знаю. Если там и так особо ничего не происходило, вот. Если брать какие-то соцсети типа там Facebook или YouTube, на Facebook у нас никогда ничего русскоязычного вообще, не знаю, как-то народ не заходил туда. А на YouTube это не только у нас, это у многих знакомых наших, которые тоже как бы международные музыканты. Скажем так, если плохой комментарий есть под клипом, то он на русском. Да. Точнее, я бы сказал... Это так и было. То есть, как бы, это ничего нового. Как бы, ничего не изменилось, какие-то залетные, веселые, скажем так, ну для нас смешные комментарии. Серии там, как обычно, там, не знаю, вот там, девки ничего, музыка говно. Ну, например, вот и комментарии с такого, с такого стиля, ну или там, в принципе, что все говно. Такое и было, как бы, это, ну, ничего как бы нового мы не заметили, вот. Ну, там, какой-то, может быть, не знаю, небольшие там брызги говна долетали какие-то, ну так. Ну, это вас не бесит, я так понимаю. А какой смысл? То есть, переживать на эту тему, не знаю, я, наверное, никогда не переживала. Мне кажется, он иногда в самом начале переживал, когда еще там что-то попытались... Лет 10 надо. Да, когда еще там... Мне вообще все дохим. То есть, если мне интересно, что наши люди думают, я смотрю на наш банковский счет. Знаешь? В крайнем случае, я смотрю на количество народа на конце. Вот. А какие-то комментарии в интернете, но они всегда есть. Вот. А если взять комментарии политические, так у меня вообще, я поверил уже в советские психотронные разработки. Потому что у меня реально такое ощущение, что там просто всех облучили уже настолько, чтобы вот так вот просто копипасты от телевизора идет, понимаешь? Вот. Ну и как бы тут шо в лоб, шо в полный. Поэтому какая разница. Ну, мне кажется, что если ты остаешься в этой среде, то, ну, со временем начинаешь ее в себя все-таки отпускать. Ну, я верю, что люди есть такие упрямые и твердокожие, но тем не менее, если это... Это как метастазы, я не знаю. Ну, очень тяжело этому противостоять. Ну, если ты там остаешься. Ну, если ты там остаешься. Как в «Звездных войнах» вот эти джедай треки, да, вот они работают только на слабых разумах. То есть мне кажется, что то же самое и здесь. Чем у человека более сложное, более развитое сознание, тем меньше он будет воспринимать пропаганду вообще в любой стране. А она на везде есть, да, и здесь тоже она есть. Вот. Чем человек более примитивный, тем легче он ведется на всякую точку, да. Я вообще, честно говоря, как и многие, никогда даже российскую пропаганду не изучал, потому что, ну, нафига этот бред вообще изучал? То есть это люди, которые врали всю жизнь, как бы ни единого правдивого слова не сказали. Они говорят одно, потом делают ровно противоположное, и так гадают. Вот. Однако, когда началась война, я просто офигел. Блин, а они-то реально знают, что они делают. То есть они-то реально знают свою аудиторию, понимаете? Вот. Мы-то с этими людьми не общались просто. А оказывается, народ готов там просто любую приманку ставить, иначе бегать и изигрывать. Вот. Без нас. Ну, это очевидно. То есть вы не чистите комментарии, если пишут вот эту всякую фибрилку? Лучше, я если чищу, то я чищу какую-нибудь откровенно оскорбительную хрень, но она попадается очень редко. Иногда я чищу какой-то бред, когда там просто пять сердечек, два цветочка и одна улица, например. То есть это просто какой-то спам. Почему только одна? Не знаю. Но я к тому, что прямо какого-то такого хейта и негатива нет. Да, мне что-то кажется, что в России на нас несколько лет назад народ забил. Хейтеры как-то, они вот как-то у них это бурлило там вот в нашем как бы в начале, то есть там, когда там, не знаю, 15-й год, может быть, как-то так. А потом что-то как-то вот они реально подзабили на нас, не знаю. То есть периодически кто-то мне рассказывал, не помню, ты что мне рассказывал где-то, что там кто-то куда-то запостил наш клип, и там какой-нибудь внезапный комментарий типа «О, они еще существуют». Да, при том, что мы только что откатали тур там на полмира, а они такие «Ой, иди сюда». То есть либо просто это была какая-то русская тусовка людей, которые там, не знаю, выросли, или занялись какими-то другими делами, там, не знаю, родили детей, там, что я не знаю, что они там делают. То есть, ну, как бы то ли они просто переключились на другое и просто перестали следить, и, наверное, не знаю, может быть, чем-то более интересным занялись, чем делами. Ну, Александр когда-то был звездой «Маздая» и остального там, «Брунетика». Очень любили на каждое движение. Примерно в 2005 году, но если ты посмотришь на количество пользователей «Маздая» даже на тот момент… Он еще существует? Да, он еще существует. Нет, я думаю, что нет. Вот. Это человек 10-15. То есть, ну, мы прекрасно отдаем себе отчет, что мы в России никогда особой популярностью не пользуемся. То есть, там, наш максимум был вот в феврале, там, за неделю до отъезда, значит, 100 человек. Вот. Ну, и что? Вот. То есть, ну, там, ну, все аудитории это, ну, проценты тут, понимаете? Ну, что-то они там пишут. Ну, если кому-то нравится, ну, только за, пожалуйста, слушайте, если еще есть начинка. Вот. Соответственно, а так-то, ну… На ретрит. Скажем так, я никогда не понимал, почему тот факт, что ты родился в какой-то одной стране, должен тебя каким-либо образом детерминировать. То есть, мне кажется, что это исключительно какая-то пропагандистская установка, там, вот, за Родину, там, за Сталина, там, я не знаю, за Путина сейчас будет, наверное. Вот. Мне кажется, что это просто такие заклинания, значит, для примитивных людей, чтобы заставить их пойти и совершить самоубийство непонятно раньше чего. Вот. Да. То есть, мне всегда казалось, что человека надо оценивать, если вообще кого-то надо оценивать, в общем-то вопрос, да? Но если уж мы хотим какое-то впечатление о ком-то составе, то надо это делать на основе того, какие выборы этот человек в своей жизни. Потому что в конечном итоге все зависит именно от наших выборов. А то, где мы родились, нашим выбором никоим образом не является. Вот. И когда я слышу, что, вот, ты там что-то Родине кому-то должен, там, и так далее, я не знаю, мне Родина бы мне ничего в долг не давал, да? Вот. И когда говорят, там, про измену Родине, я не знаю. Ну, что такое измена жене, это понятно, да? Ну, что такое измена Родине, это что-то такое очень философское. Точнее, я бы сказал, да, пропагандистское. Вот. Поэтому я никогда не понимал, почему у меня должно быть в России какое-то особое отношение. И просто одна из многих стран, которые существуют на планете Земля. Вот. Почему тот факт, что я говорю на русском, и тот факт, что мы оттуда, должен как-то определять какие-то наши интересы? Нет, конечно. Ну, из России что-то пишут там, что-то пишут из Пакистана, понимаешь? Что-то пишут из Зимбабве и из Мексики. У меня отношение примерно одинаковое. А где вы найдёте музыкантов? Или уже нашли? Хочу их искать. Они здесь... Не, ну... У них здесь гнездо. Мы... Ну, то есть у вас будет постоянный состав, либо какие-то концертные... Слушай, ну, вот Мануэль, он наш уже постоянный барабанщик. Вот. Нас куча друзей голландцев. Вот. Плюс мы, как бы, находимся в Британии. Тут тоже музыка в вагон. У нас, собственно, сейчас нет только гитариста, но это только потому, что мы его особо низко. У нас сейчас есть какие-то задачи поважнее. Типа там жильё снять. Вот. А когда мы его найдём, ну, будет и гитарист. Это вообще не правда. Угу. То есть какие музыкально ближайшие планы? Ну, то есть что вы для себя наметили? Какие этапы? Слушай, у нас есть агент, который занимается там... Буканьем, да? Туров. То есть у нас сейчас забукан сентябрь-октябрь. Европейский тур или британский тур. Вот. Где-то в следующем году должна быть Америка. Причём сразу две. Вот. Но ближайшем всё-таки, наверное, будет акустический концерт. А, самый ближайший точно это акустический концерт, который мы тут проведём для краудфандеров, которые помогли нам переехать. Вот. Так что... Да там просто есть кому-то... Альбомчик бы новый был, там есть уже наработки. То есть мы фокусируемся на том, чтобы как бы где-то сесть и просто начать писать музыку уже так, чтобы нам блин никто не мешал. Знаешь, потому что это вот проблема была всю жизнь, что всё время вот приходилось тратить огромное количество сил на компенсацию какой-то неблагоприятной окружающей среды. Вот. Мы наконец-то впервые, наверное, в жизни оказались в благоприятной окружающей среды. То есть мы впервые находимся в условиях, где нам не надо всё время что-то превозмогать, да? В смысле, нам сейчас надо превозмогать этот самый хаос риэлторский. Ну понятно, но как только будет какая-то крыша над головой, дальше всё понятно. Вот. И впервые в жизни такая ситуация, когда не надо париться над миллионами вещей серии, там, будет ли Почта России доставлять наши диски за рубеж, да? Посадят ли нас завтра за налоговые преступления, потому что совершенно не из России делать это всё в белую, в принципе, невозможно. То есть мы пробовали это просто нахуй, да? Вот. Здесь вся система, пожалуйста, готова, всё нормально, всё окей. Вот. Можно ли... Ну и так далее. Там просто... Я не хочу перечислять, но я скажу так, что быть международной группой из России до войны было очень сложно. То есть мы лет пять эту систему выстраивали со скрипом. После начала войны стало невозможно в принципе. А слово вообще никак. Забудьте. Вот. Поэтому... А здесь просто эта система изначально была создана здесь. Поэтому... Поэтому вот я просто... Мы думаем об этом, да? А там туры-то сами... В смысле... В том плане, что они уже забыканы. А сколько вы людей обычно собираете? Ну, европейских... Ну, вот в Лондоне было 300 с чем-то человек в январе. Это при том, что ещё многие купили билеты и не пришли. Потому что эти билеты продавались аж с 2019 года. Это всё откладывалось по пять раз. Вчера там ходили в бар, там встретили фаната совершенно случайно. Он говорит, блин, а я ваш концерт пропустил в январе. Потому что, говорит, я купил билет там ещё за три года до этого и уехал в отпуск. А когда узнал, а мы объявились за две недели вообще, что мы приезжаем. Потому что мы визу получили. И народ такой... А кто-то в педали, например. И всё. Вот. Поэтому вот так вот. Нормально. Нет, ну классно. А кто вам делает костюмы ваши чудесные, сценические, в которых сейчас? Не показывай. Я не то чтобы их делаю. Скажем так, здесь сложный, но это ступенчатый процесс. То есть мы сначала рисуем эскизы. Обычная идея идёт оттуда. Вот. Дальше я там это отрисовываю как могу. Потом у нас есть очень давняя знакомая художница, которая рисует нормальный уже человеческий красивый эскиз. Вот. Дальше кто-то всё это шьёт. Ну, обычно это некий человек, назовем так, человек со швейной машинкой. Это всё шьёт. А я занимаюсь именно декором. То есть вот всякое вот это вот. Расшивание. То, что вот именно руками. Вот это я прям люблю. Я, может быть, типа, любила бы вот шить вот это всё прям нормально. Может быть. Ну, мне, скажем так, было интересно. Но мне очень времени на это жалко. Потому что я лучше позанимаюсь музыкой. В принципе, наверное, когда сшить куртку там кто-то другой может. Вот. То есть у меня на самом деле всё время идёт, ну, не идёт, а шоу в прошедшем времени, скажу. Когда мы делали эти костюмы, у меня была всё время некая борьба внутренняя. С одной стороны, мне самой всё это очень нравится. И я считаю, что если это сделаю не я, то это сделают не так и хуже. Вот. С другой стороны, как бы у меня не хватало времени. Я понимала, что-таки надо это кому-то отдать. Поэтому я, конечно, заставляла себя, ну, нанимала людей, как бы им отдавала. Вот. Пытаясь там как-то это всё контролировать, насколько они это всё хорошо сделают. Вот. Ну, в общем... А большая коллекция у вас сейчас этих костюмов? Да нет. Это, наверное, какие третьи у нас костюмы. У нас поначалу... Что у нас было? Поначалу мундиры, да? Мундиры кожаные, да. Потом, по крайней мере, у меня что-то непонятное было. Я помню, какое-то время наступало это всё подряд. Не помню кто. Вот. А дальше у нас были, не знаю, как их обозвать. Как обозвать наши костюмы с Легаси в Атлантис? Атлантические. Атлантические. Как говорят, мистические. Мистические Атлантические. В общем, это, по сути, третий всего лишь заход в костюмы. Не, ну классно. Молодцы. Поэтому так, я вот сейчас уже не уверена, что, по крайней мере, с моей стороны был правильно выбран метод декорирования, потому что, конечно, вот это расшивание бисером, оно выглядит красиво, и можно там, не знаю, понтоваться перед всеми, типа, вот, смотрите, это же такая работа. С другой стороны, я потом вспоминаю, сколько это заняло времени, и это прям… Вот она руками вот это всё вышивала лично. Просто капец. По бисернику. То есть это, в плане, время затрат, как бы, трудозатрат, наверное, наверное, оно того не стоит. То есть, наверное, можно было бы это сделать как-то по-другому. Или просто нанять. Да, мы обсуждали костюмы, и как это всё было сложно делать. Но, на самом деле, внушает. Сделали. Может быть, это тоже вдохнет. Ну, как бы, это… Или нельзя заниматься ремесленническим. По визам. Ну, то есть, может, это твоё тоже. А, да. Нет, мы можем второй работой работать. Первую, значит, это музыкантская. А вторую можно и в Макдональдс, и где можно… Шаурма. Шаурма. Мы самые лучшие в мире. Уже. Нет, ну не хотелось вот для себя заниматься этим в коммерческом каком-то ключе. Конкретно этим… Дизайном, да. Конкретно в плане одежды нет. Но меня очень подбывает… Что-то мне периодически там, не знаю, нравится рисовать. Ну, в общем, короче, visual arts. Какие-то, да, мне нравится. Взорвётся прямо из меня. Где-нибудь под шерти самую книгу. Ну, во всяком случае, без одежды на концертах вы не останетесь. Да. Ну, в её случае, пофигу, может быть, без одежды всё-то там вроде. А если есть, одежда не поняла, меня обрадуется. А в этом случае мы делаем вход бесплатный, выход за деньги. Точно. Хорошо. Ну, на самом деле, хочется пожелать успехов ваших британских… Ну, не то что начинания, а продолжания, скажем, в новом этапе. И чтобы всё действительно того стоило, и всё получилось. Вот. Ну, спасибо вам большое за интервью. Пожалуйста. Держу за вас кулачки. Вы молодцы. Приходите. А где тягуешь, как это? Это… Визовое агентство. Приходите. Как говорили в электричках, это… А если будет желание приобрести, да? И при желании приобрести. Ну, мне кажется, в России вам в любом случае уже въезд заказан, так что… Слушай, у меня такое ощущение, что на нас всем пофиг. Вот. Счастье. И это, в принципе, хорошо. Вот. Ну, что-то как-то, знаешь, вот как Щерлица на родине не рвёт совершенно. Ну, и последнее слово от вас. Вашей немногочисленной русскоязычной аудитории и гораздо более многочисленной англоязычной. Ну, слушай, да всё, что я могу сказать, это всё… И даже… Нет, на самом деле мы дико благодарны всем нашим фанатам. Я просто знаю, что нас из России достаточно большое количество людей поддерживают и поддерживают. Вот. За ту поддержку, которую мы все эти годы имеем. Потому что, ребята, если бы не вы, то мы бы тут ни хибели бы. Вот это абсолютно однозначно. И мы, кстати, довольно часто в каких-то видеообращениях, в каких-то там записях часто говорим вроде бы стандартную фразу, там, что типа «спасибо за вашу поддержку», там, бла-бла-бла, что вот фанаты – это так важно. И, как бы, на самом деле, какой бы забитой ни была эта фраза, но мы на самом деле имеем это в виду, и мы, как бы, это говорим реально искренне, потому что мы действительно довольно часто в каких-то разговорах между собой мы постоянно упоминаем и вспоминаем и обсуждаем то, что, на самом деле, мы действительно находимся в уникальной ситуации, когда, как бы, за нами, ну, как бы, я не хочу говорить толпа фанатов, это как-то звучит так прикольно. Напыщено, наверное, как-то. – Поставляешь себе такой одолтелый моб, там… – Да. – С окнами стоят! – Да, практически. – С вилами, там, с швабрами. – Ну, в общем, да, как бы, мы реально понимаем и все время помним о том, что мы действительно находимся в уникальной ситуации, когда вместо того, чтобы у нас был один работодатель, например, который может нас там уволить с работы, да, и дальше мы пойдем улицы нести, да, у нас, как бы, есть какая-то, какая-никакая толпа людей со всего мира… – Пятьдесят тысяч. – Пятьдесят тысяч. – Пятьдесят тысяч. – Пятьдесят тысяч, да? – Да. – Вот, которые, как бы, реально поддерживают и деньгами, и, вот, например, дают там пожить, да, ну, то есть, не обязательно деньгами. – Да, мы сейчас живем у фанатов. Он просто нам дал комнату своей огромной квартире на месяц, потому что арендовать жилье здесь – это, блин, задача тайничная. То есть, мы к этому движемся, но это тут очень длительный такой, очень государственно зарегулированный, очень формальный процесс. То есть, это как кредит получается. Вот. И там миллион агентств в этом участвует. Они на тебя, наверное, покупают, смотри, это вообще кто. Вот. В общем, это дело такое. Серьезное. – Да, ну, в общем, суть в том, что, как бы, мы реально верим в добрых людей и в то, что, как бы, ну, вот, по крайней мере, у нас получается так, что, как бы, нас окружают хорошие люди. И, как бы, благодаря тому, что люди хорошие, и, видимо, мы не мудаки. Ну, в общем, какое-то такое взаимодействие происходит, что все довольны, у всех все получается, и все друг другу помогают. То есть, как бы… Я бы вот что сказал бы, что, да, то, что ты часто говоришь, что, как бы, нам помогают на то, что помогать. Вот. И если кому-то помощь требуется, обращайтесь. То есть, грубо говоря, не знаю, если есть коллеги в России, которые хотят переехать, ну, просто напишите на обличку. Вот. Мы вам расскажем, что и как, собственно. И если кому-то еще что-то здесь, может быть, нужно, да, вот, ну, понятно, так, в нормальной форме, вот, то, да, окей. Вот. То есть, мы готовы, так сказать, отдавать миру то добро, которое он счастье дает нам, и за которое мы очень благодарны. Я бы сказала, что мы готовы, мы хотим. Мы хотим изо всех сил. То есть, это некая, на самом деле, внутренняя потребность, да, то есть, она практически физически ощущается, как бы, что вот, особенно, когда какие-то люди просто сами, там, не знаю, пишут или, там, подходят, говорят, что, там, например, вот, я там могу вот то-то, то-то сделать, вот, давайте я вам помогу. И у меня вот всегда, как бы, то есть, я не знаю, за что мне это, то есть, как бы, люди, мы же ничего, как бы, такого не делаем, почему все хотят помогать, давайте я тоже кому-нибудь помогу. То есть, ну, это же клево, это здорово, когда люди так, как бы, позитивят друг в отношении друга, это именно то, что надо делать, а не то, что обычно все делают. Кстати, еще одна важная вещь, вот, если кто-нибудь из коллега, я уверен, что много кто из музыкантов из русских нас слушает, а вот я знаю одного товарища, он гитарист, я его имени не буду называть, он гитарист одной относительно известной российской группы, но за рубежом эта группа не существует, потому что они поют искусственно на русском. Так вот, он переехал сюда тоже, живет здесь в Лондоне, в вуз не дует, занимается тем же, чем занимался в России, только получается в три раза больше денег. Вот, и он переехал по той же, по тому же типу визы, но только предыдущий тип. То есть, у нас Exceptional Talent, а у него Exceptional Promise. Почему? Потому что он не международный известный, да? Но он приложил статьи из русских изданий, причем даже не о себе лично, а о своей группе. Вот, и ему несколько русских рок-музыкантов, опять же, не будем называть семинарами, написали рекомендацию, написал один американец там и так далее. И нормально он въехал, вот, и работает здесь как бы не, он не музыкой живет, да? Он работает там звукорежиссером в прокатной конторе и так далее, но условия совершенно не сопоставимы. То есть, ну много ли в России заработаешь, если ты, не знаю, звукорежиссер в клубе, да? Или если ты в прокатной конторе. Вот, поэтому это не является чем-то таким прямо запредельным и надо быть звездой, да? Нет, надо просто быть, надо быть тем. Нет, вот даже наш пример, да, показывает, что не надо быть там металлами, да? Да ничего особенного, на самом деле, да. Достаточно быть просто как-то известным в своей области, вот и все. Вот, и мочит это доказательство. То есть, мне кажется, здесь гораздо более важно это именно с силы в жопе и реально намерение и желание. Вот, потому что я знаю кучу людей, у которых есть все возможности, они просто не хотят. Ну, просто лень. А они говорят, не так хорошо, я сижу, тут тепло, типа, чего мне напрягаться? Вот, с таким подходом ничего не происходит, да? То есть, самое плохое место в мире, я считаю, зона комфорта, потому что это ведет к деградации. Вот, а если есть желание куда-то именно рваться, то, пожалуйста, все карты в руку. Как вариант, да, для музыкантов. Ну, на самом деле, да, я вот об этом не знала, и теперь, может быть, благодаря вам знает кто-то еще. Да. Так что спасибо, ну и, конечно, удачи вам. Спасибо. Да, все ведет классно. Да. Спасибо.